Девять сотен дней, которые стали испытанием на прочность и выдержку. Девять сотен дней, которые сегодня иначе как беспримерным подвигом назвать просто нельзя. Осада Ленинграда во время Великой Отечественной – тяжелейшая страница истории города и одновременно страница его доблести, чести и героизма. В память о скорбной дате, начале блокады Ленинграда, в областном центре Брещины состоялось мероприятие, главные участники которого – люди, выжившие в тех страшных, нечеловеческих условиях. Всего в Бресте в настоящее время живет 18 блокадников. Однако на встречах значительно меньше. Возраст дает о себе знать. Но организаторы мероприятия заверили, что они посетят тех, кто не смог прийти на дому. По инициативе Городского совета ветеранов мы проводим встречу с жителями блокадного Ленинграда с теми, кто проживает сейчас в городе Бресте. В Бресте проживает 18 жителей блокадного Ленинграда. К сожалению, сегодня на встречу пришло всего 8. Всех остальных мы будем навещать на следующей неделе дома. Будем с ними общаться, слушать их воспоминания и вручим подарки. 7,5 десятилетий не стерли из памяти людей события кровавых военных дней. Жители осажденного города, а среди них были и совсем еще маленькие дети, пронесли свои воспоминания через всю жизнь. Хотя и признаются, что порой очень хочется забыть весь пережитый ужас. Как ни странно, не только я, многие дети, которые пережили Ленинградскую блокаду, помнят очень много событий того периода. Врачи говорили мне, что вы не должны помнить. Где-то с 5 лет люди начинают. К сожалению, видимо, такая была ситуация. Настолько было тревожное и беспокойное время, что это врезалось в душу многих детей. Разделить с участниками минуты памяти в этот день пришли представители городской вертикали власти. Генеральный консул России в Бресте Игорь Конякин, а также молодежь. Общие истории объединяют людей, несмотря на границы и расстояния. Сегодня, спустя не одно десятилетие, с момента единой для белорусов и россиян войны и единой победы, жители уже суверенных, независимых государств вместе. И всегда готовы поддержать друг друга. Вся наша история, история двух народов, это общая история, это сегодняшняя, настоящая, это и будущее вместе. О том, как Россия и Беларусь живут вместе, свидетельствует хотя бы тот факт, что белорусская делегация, которая участвует в паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, вышла с российским флагом. Мы благодарны нашим братьям-белорусам за то, что они помнят нашу историю, за то, что мы всегда вместе.